40 дней строгого поста. Так верующие готовятся к Рождеству, одному из главных праздников христианства. И 6 января на ночную божественную литургию в Александровском храме собралось немало людей. Праздничные богослужения состоялись, несмотря на пандемию коронавируса. Однако прихожане внимательно отнеслись к соблюдению санитарных норм. Пропустить ночную службу они не могли. Ведь встретить самый светлый праздник в храме уже традиция. Богомладенец к нам пришел. И в общем это для нас надежда того, что все будет хорошо, что мы все можем спастись в этот день и дальше. Вот, что все не напрасно. Надежда. Всегда приходите в церковь в этот день? Да, старая. Для чего мы здесь? Для того, чтобы соединиться с Христом, стать его частью, его клеточкой, его органом, частичкой и жить дальше. Рождественский сочельник – ночь, когда на небе появилась звезда, которая ознаменовала рождение Спасителя, Сына Божьего Иисуса Христа. Это событие стало поворотным в христианской религии и положило отчет новому времяисчислению. И может поэтому Рождество для многих верующих возможность очистить души и начать жить по-новому. Мира, добра, любви, спокойствия, благополучия. Счастья, здоровья и мира – самое главное. А сразу после Рождества Христова у православных начались святки или, как еще говорят, святое время. Особый период до 18 января, посвященный радости рождения Христа. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.